На спортивную площадку всей семьей. Таков жизненный девиз Сергея Комаревцева из Сенгелея. Вместе с новьями Ярославом и Святославом они непременные участники традиционного областного зимнего фестиваля ГТО, который уже в четвертый раз прошел в регионе. Здесь не только спорт, здесь общение, здесь новые дружбы, здесь новые знакомые. То есть вот этот фестиваль не только рождает в себе спорт, но он рождает еще и дружбу. Около 300 участников из 12 районов области. Это количественный состав очередного форума ГТО. Нормативы выполняют как школьники, так и пенсионеры. В судейской бригаде тренеры по гимнастике, хоккею с мячом, легкой атлетике. С каждым годом фестиваль приобретает у нас большие популярности. И люди с удовольствием приезжают. Приезжает намного больше уже количества участников. И результаты, соответственно, у них уже вырастают. Подтягивания на перекладине, отжимания от пола, упражнения на гибкость, бег на короткие и длинные дистанции. В программе фестиваля четыре вида испытаний. Пока мужчины и юноши занимают перекладину, девушки и женщины устанавливают собственные рекорды в секторе для отжиманий. Не пустует и беговая дорожка. Если человек занимается, ну, будем говорить так, если делает зарядочку, и раз в неделю он выбирается, допустим, для занятий спортом, выходные, то этот человек вполне способен сдать даже на золотой знак отличие. Но если, конечно, ведет здоровый образ жизни. А в придачу, если справляется и с нормативами комплекса ГТО, то в награду ему знак отличия. Бронзовый, серебряный и даже золотой. Впрочем, задача максимум организаторов такого фестиваля была сформирована еще в советские годы. Она звучит просто, но с глубоким смыслом. От значка ГТО к олимпийской медали. Этот девиз, которому уже очень много-много лет, актуален как никогда. Правда, понятия немножко сместились. Раньше он был значок, и их раздавали налево-направо. А сейчас это знак государственного образца, который дает себе привилегии. И поэтому носить его сейчас более почетно и, мне кажется, гордо. Фестиваль в легкоатлетическом манеже «Спартак» продлился до позднего вечера. По его итогам организаторы и определили обладателей знаков отличия ГТО. Михаил Сашанский. Новость Улянской правды.